ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! 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 Он размышлял, рассуждал, и вот эти местописания, они как-то сами с собой всплывали в сердце моем, что мы приняли духа усыновления, что мы не чужие Богу, что мы свои, что мы удочеренные, усыновленные, что мы на самом деле не чужие для Бога, а мы дети Его. И на самом деле это прекрасно, что у Бога нашего, как говорил на проб, выглядит из вас местно, что у Бога множество людей на этой земле, на самом деле, и Он любит всех. И Он солнцу победил сегодня своему всем следить, и добрым, и злым, и дождь его если падает, Он на всех падает, и на любящих Бога, и на любящих Бога, Он очень милостив Бог, и человеку любив, Он на самом деле есть любовь, и нет никакой тьмы, абсолютно не респект, и Он очень добрый, очень благой. Но среди этого великого множества людей на этой планете есть те дети Его, которые родились не просто от своих мам и пап, не только от крови человеческих знатений, от одной крови произведен Бог, через который весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предел обитания разным народам, но рожденные от Него, рожденные второй раз, рожденные свыше, это великая честь, великая привилегия, великая милость Бога. И я много благодарю за Его, на самом деле, человеколюбие. Даже если вот в истории мы в течение протяжения недели, много, что мы узнали, да, получилось вот с понедельника, пятницу, много, что рассказать вам. Конечно, я старался акцентировать внимание, как часто я это делаю, на таких малоизвестных фактах из истории христианства. И иногда так лучше дозвучать праздник, чтобы было запоминаемо, как бы, чтобы было максимально понятно и запоминаемо. Но, знаете ли, в истории, хотя мы видели на протяжении недели много и великого, с одной стороны, и ужасного, и прославляющего Господа, и позорящего Господа, в Церкви Христа столько много было всего. В истории христианства, в нашей с вами истории, в тысячелетней, очень много, как были, смотрели у тебя, очень много событий произошло. И, несмотря на все, что было в нашей истории с вами, Господь не отворачивается в нас. Господь любит нас. Он любит и заботится о нас. И сегодня Церкви Славей Господь вручает великую миссию исполнить их на этой земле. Слава Богу! И сегодня мы видели вот трансляцию, и там шла речь о днем пасторе, служителе Алексея Пановой, да, из Тулы. Я его лично знаю, человека, и говорилось Игорем Юрьевичем, хорошее слово говорилось, что он знает этого человека давно уже. И я не так, как, конечно, Игорь Юрьевич, не так давно его знаю, но знает этот порядочный человек, как христианина, как человека богобоязненного. И знаете, что интересно, этот мир, вот то, что показали фрагмент из Тулы, показали тульских новостей этих, значит, там, сенсационно, как пикливы, там, рецидивизм, насилий, убийц, значит, там, воспитывать детей, там, какой кошмар, значит, в стране партнер, что-то такое сенсация отличающая такая. Вот знаете, это очень характерно, на самом деле, не могилу, как будет сказано этим журналистам светским, на самом деле, ну, мир последнейшей. И этот мир, он не верит в добрые перемены. Этот мир, знаете ли, он на нас тоже крест поставил, на многих из нас вообще добрый, и не один крест уже поставил уже. И говорят, этот мир говорит так, что Карбатова могила вообще исправить. И, знаете ли, в этом мире действительно нет надежды, а Библия говорит, что у нас есть эта надежда. И этот мир готов поверить чудесам больше, знаете, такими, как шоу, как вот религиозное шоу, политическое шоу, как эстрадное шоу, вот такое очковтирательство религиозное, политическое. Вот это нравится тому миру, вот то, что нравится невозрожденному сознанию человеческому. Именно шоу, блистательное, фасад красивый, вот это очень нравится. Сегодня заходил в красивые храмы, здесь, в царстве, в себе, красивые иностацы, красивые, блистательные. Это очень нравится человеку, да, я согласен, я знаю, о чем говорю, потому что я тоже служил священником традиционно-русской православной церкви раньше и совершал литургию. И мне это очень нравилась зрелищность. Именно, как говорил Николай Васильевич Гоголь, литургия произносит у нас в хорошо отрепетированное театральное действие. Оно красиво, оно зрелищно, но, знаете ли, мы все спешим за чудесами, но нет чудес и ничего, на самом деле, чем настоящее Божье чудо. И Бог очень часто приходит незамеченным, очень часто приходит неузнанным, очень часто, действительно, Он не шоумен, а Он действительно Спаситель. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим Его незрелищность, не, знаете ли, не эффектность внешнюю такую, а наоборот, не было ни ида, ни величия внешнего, которое привлекало нас к Нему. Если мы посмотрим фильмы об Иисусе, вот современные фильмы, обычно Иисусу всегда очень зрелищно представляет, но это законы кинематографии, простимым это. Если мы посмотрим на иконы, на картины, всегда Иисус очень зрелищный, Он самый первый. Любой человек, даже первый раз посмотрев на картину, будет ему сразу сказать, где Иисус. Потому что это всегда в центре внимания. Мы видим фильм, у него особая одежда, он очень такой, сразу из себя выдающийся, и сразу видно, это висит. О, это наш Спаситель. Но жизнь не такая, как закон кинематографии, живописи, композиции. Жизнь совсем другая, реальность была другая. У нашего Спасителя не было ни вида, ни величия. Притом есть лица, очень запоминаемые, да? А есть лица, согласились, и люди такие есть, которые мало запоминаются вообще. Есть такие личности, которые, допустим, не люди, есть мужчины, женщины, которых можно сами увидеть несколько раз, и не практикать внимания совершенно, и не запомнить их. В мире, допустим, спецслужб, в мире криминала очень сильно используется этот аффект. Обычно самые, вот именно как раз в мире преступных, допустим, используются красные элементы, и в мире спецслужб, допустим, разведки используются красные элементы. Самый невзрачный человек, самый невыдающийся в наружности, незапоминаемый, который может пройти по улице 10 раз, и никто не обратит на него внимание особое. Вот, ну, конечно, снимается фильм про Джеймса Бонда или про кого-то еще. Если это какой-то плохой герой, мы сразу увидим, да, это плохой герой какой-то. Но это законы кинематографии, они отмечаются от закона жизненного. Совершенно, ну, в жизни кинуется совсем другое. И Иисус, у него была внешность такая, что люди порой и видели, и слышали его, и не раз, на дню, но не запоминали его. Он не был внешним, привлекательным человеком. Не так, как в кино, не так, как на иконах, не так, как на картинах. Совершенно. Я верю в Библию. Я верю в тому, что Христов Божий, он действительно был таковым. Он не был внешне эффектным человеком, как, допустим, его многие могут представлять. Его красота была внутри него. Его победа была на показ. И его чудеса были не показуха религиозная, а его чудеса были конкретные, исцеляющие, освобождающие человека. Чудеса сострадания. И когда он исцелял, и когда он даже говорил умышленно, не говорите никому, не афишируйте это. Это пусть будет у вас, внутри. Вы несите это в себе. Не делайте задоршову. У него другая тактика. Когда его ушли арестовывать, знаете ли, то солдаты, они даже имели проблему. Во-первых, среди всех там, кто были людей, они не могли отмечить Иисуса. Наверное, среди тех людей были, которые служили Иисуса. Но они не могли запомнить его наружность. Очень невыдающаяся наружность. Очень внешне непривлекательная наружность. Я еще могу упомянуть, что на кресте, он был не только непривлекательным, но вообще был ужасным. На кресте он был обезображен нашими грехами. На кресте он был обезображен нашими проклятиями, беззакониями. Преступления мои, твои, каждого из нас. Каждого человека на земле были на Иисусе в кресте. И он был обезображен больше всех на земле. Не только внешне. Фильмы, допустим, показывают нам страдания Христа, да, страсти Христовые. Очень жестокий фильм такой, но правдивый, максимально приближенный к тому ужасу, что произошло тогда на Голгофе, да, что произошло тогда. Но даже этот фильм, очень зрелищный и такой страшный, он не может показать всего того, что произошло там. Там было еще страшнее. Намного страшнее. Потому что на Иисусе были проклятия, грехи. Грех никому не красит. Грех обезображен человека. Но, представьте, грех всего человечества был на Иисусе. Лицо маньяка, лицо убийцы, лицо насильника, это все было лицо Иисуса. Лицо убирающего спида. Я проповел в таких больницах, где люди, ну, каждый день грабили, умирают. Вот, значит, и это страшное зрелище было на самом деле. Лицо убирающего бракового хопу были. Мы можем представить себе разные болезни. Это все было на Иисусе Христе. И отчаяние. Люди не выдерживают отчаяния и порой не могут жить с этим, да, с проблемой какой-то и убивают себя. Даже проблема одного человека не втябре, а этого человека. А Иисус взял на себя и все это уродство этого мира. Взял все проблемы этого мира. Отчаяние этого мира. Безосходность этого мира. Все взял на себя. Друзья мои, братья и сестры. И это для чего Он сделал? Чтобы спасти нас. Чтобы исцелить нас, освободить нас. И этот мир, хотя не верит в преображение. Этот мир, хотя можно даже и говорить, что он верит, но он не верит на самом деле. И вот сюжет с Алексеем Павловым, об этом бастере, как раз не лишний раз подтверждает, что этот мир, он не верующий на самом деле. Он не верит в преображение человека. Мы пошли в Лавру, и мы там провели такую уроку, будем так говорить, прямо вот по истории непосредственно в Лавре. Прошлись по галереям, прошлись по пещерам, прошлись по храмам. Это было, практически было занятие. Люди все посмотрели своими глазами. Многие впервые там были студенты. Там много было некие мляд. Впервые в Киеве, впервые в Лавре. Все посмотрели своими глазами. Историю, прикоснулись к камням, прикоснулись к истории. А потом было следующее. Мы уже на выход идем, некоторые уже обсуждают все увиденное сегодня. И навстречу нам шли семинаристы, ребята, молодые ребята, будущие священники православной церкви. И, знаете ли, было понятно, что первый класс, скорее всего. И они шли навстречу нам. И вот разговор состоялся, прямо на территории Лавры. Мы стояли, общались какое-то время. И, знаете ли, может быть, сейчас после много были людей. Это были протестанты. И это сразу всплывло в разговоре. Они поняли. И у них были предубеждения такие, знаете ли, как бы религиозные. И по иудеи с самарянами, как бы они не сообщаются. И были предубеждения свои. И, хотя я был в ряде, значит, но все остальные, в основном, были протестанты. Как меня, они стали иметь, вот, там всегда были люди, пришли сюда к нам, например. Значит, и один там из этих семинаристов, такой, видно, как бы, может быть, неформальный лидер такой. Он, значит, сказал, вот, знаете, наша вера истинная, все же, ну, православная. Наша вера истинная, потому что у нас, вот, многие мощи, вот эти вот останки, братья многих, лежат, пожалуйста, не гниют, там, столетия, это многими. Вот, у нас там икона плачет. А, и на пасху, так бы, Иерусалимый огонь, значит, сходил. Вот, каждый год именно на пасху, прямо как по расписанию, как по заказу, прям сходит такой, надо же. Вот, как бы, и он все рассказывает. Я слушаю этого человека, будущего священника, знаете ли, вот, и я бывшего священника, традиционный, православный, часто как реформатор. И я слушаю, и я узнаю самого себя. И мне тоже в свое время, вот, мозги были промыты подобной информацией. И я тоже жил вот этими представлениями, знаете ли, в скорлупрестной конфессии. И мне стало, как бы, жалко вот, и этого брата, и других семинаристов, ребят этих молодых. И знаете ли, и я в пример привел одного из, как раз, наших студентов, когда, значит, этот брат, он, значит, как же, Алексей, да, Алексей. Он бывший наркоман, значит, из Мариуполя. У нас в Мариуполе было несколько человек, когда, в Киеве обучалось. И этот брат, он очень был, ну, в плохом раньше состоянии. То есть он реально умирал, по сути, уже, все. А, значит, у него там мозги уже отсутствовали, фактически, там кисель в голове был уже. А, значит, и, там, больные кости, там, гепатиты всякие, там, и, значит, что еще? Кровь больная, да. Ему переливали кровь, значит, там, но ничего не помогало. В конце концов, он весь, ну, как растение. То есть какие-то месяцы своей жизни он вообще ничего не знает, не помнит, потому что у него мозги уже отсутствовали, уже, все. Кисель уже была весь. И, значит, и, так растение какое-то. И вот его тело стало распухать, чернеть, и он был большой, толстый, черный. Значит, и тогда очень много, как раз, в Мариуполе было скоте этих, и врачи, вот, их назвать можно, например, преступниками, в белых халатах этих врачей, в Мариуполе, с которых уступили вот именно таким очень страшным образом. Такого в кино не увидишь, знаешь, что в жизни бывали. Они развозили вот этих умирающих ребят, еще там, у них не было, может быть, коментов, не знаю, что. Но они развозили их просто, и, чтобы они убирали, где пошли, значит. И, значит, ну, вот Андрей там в ростынике не открыли вообще. И когда врачи просто оставили его на простыне после мусорки, ну, как мусор, отход человеческий, все, и уехали. То есть вот, как бы, он мучащий, там, устоначий, устоначий, значит, лежит мясо, просто мясо лежит, никому не нужное уже. И там как раз молодежь проходила, ему, что повезло-то, проходила молодежь, там, свет миру, еще такая церковь молодежная, значит, они там бывшие наркоманы, в основном, значит, преступники, там, значит, то есть, там, тоже вчерашние, там, всякие рецидивисты, там, значит, там, вот, и в этих церквях, там, я бывал уже в гостях, значит, и они проходили мусорки, значит, и вот видят, лежит тело, значит, и стонет, там, и плачет, значит, как бы, ну, растение и не растение, человек и человек. Но они на простонетрах и приволокли ему на квартиру, там была, у них как раз дворочная квартира, бывшая, там, наркоманская, витон, значит, какой-то, значит, там, непонятный. А потом там стали каяцей люди, значит, там, и покаралась хозяйка, значит, и, в общем-то, теперь он собиралась в молитвные группы, там, у них, как бы, вот, они молились, там, значит, и приволокли вот этого, значит, вот, растение, как бы, и знаете ли, что, они молились, молились, чтобы Господь дал ему покаяние. Они не отходную молюцию читали, знаете ли, не чтобы он там умер, как-то, безболезненно, а они молились за его покаяние, то есть, за невозможное, фактически вообще. Он уже не был мозгов, но все. Ну так вот, и было чудо. Когда первое чудо, когда он пришел в себя, это не вероятно, что было, значит, уже первое чудо. Вот, он смог выслушать Евангелие, он смог услышать об Иисусе в везде. Как понять? Ну, понял. Ну, что понял, то понял. Призвал имя Господне, молился, повторял молитву, за Него молились. И не умирает. Братья Тимариупольские рассказывали, значит, что у них не было сильной веры даже, что Он будет, значит, живым. У них хватило веры максимально на то, что Он все-таки покается и хотя бы умрет нормально. Ну, причем, если же, примирившись с Богом, значит, как бы. У них не было, они даже не надеялись, что Он вообще выживет. Но они дальше там молятся, молятся, а Он не умирает, дружит себе, значит, как бы слушает, значит, там, что-то там, мочит, что-то там, поддакивает. Значит, и, ну, как бы, Ему дальше говорят, слушай, брат, вообще-то, для тебя еще не вся правда, еще не все Евангелие. Мы тебе еще не все рассказали. Вообще-то, Иисус, Он взял не только твои грехи, но Он взял и твои болезни, немощи и ранами. Его терили вот сейчас, может быть, может быть, исцелем. Они этому рассказали. Ну, Он тут запился, видимо, как за соломинку, знаете, утопающий. Но Он не за соломинку уцепился, слава Богу за Иисуса. Это великое спасение. И Он не умер через несколько месяцев, я могу быть не точно, но месяц-три, наверное, помню этот рассказ так сейчас. Значит, Он уже был полностью, например, здоров, ну, как бы, ощущал себя, по крайней мере, здоровым. Ну, значит, все опухоли сошли, чернота сошла, кровь очистилась, ушли гепатиты, суставы не были больны, гнилые, значит, суставы были стелены, значит, двигались. Но самое интересное, мозги работали. Он все запоминал, учился, спрашивал, читал, значит, слушал. То есть, как бы, нормально все соображал. И Он пришел к врачам, которые на простыне, там, возле музыки бросали, значит, не любили, пришел за каким-то документом, там, справкой, что Он здоров. Там младшего медперсонала, он тут плохо встал вообще. В оборот так и бросали. Это случает все извери. Знаете ли, когда вот такое, значит, такое происходит, и не верили, что это Он, думали, что тот уже давно звенил, уже в могиле, значит, все, как бы, как и другие, там, его, там, товарищи. А, кстати, я же еще не сказал, Андрей, значит, он, его, там, знали по больницам этим ворюбольским, да, он из этих, как бы, старых, там, ну, не то, что старых, он не старый человек, но просто давнишний уже, как бы, вот, значит, его, там, лечили, там, во всяком, значит, он, как бы, не помогал. И поэтому его истреление было сенсацией, вообще, для людей белого халата, это точно была сенсация. Вот, ему ничего не дали, значит, его отправили, значит, там, куда-то, в Донецк, по-моему, там, в город, большой, больший город, областной. Вот, там тоже ему ничего не дали, прошло, там, комиссии всякие, значит, в Днепропетровск, Харьков, куда-то еще там направляют, по-разному городам, в футболе, либо, управляли, отложили в больницу, проверяли. У него были разные гепатиты, значит, там не нашли ничего, значит, ушли все гепатиты, значит, там, ну, суставы были, суставы здоровые. Но самое впечатление большое было для них, у них были десятки других исследований его, предыдущих, и все говорили, что у него очень все плохо. Но самое потрясающее, его мозги, мозг, ему, когда обследовали, значит, мозги, значит, мозг не имел поражения, то есть, мозг здорового человека. Мозги не возрождаются вообще-то, значит, могут, как бы это, где скажем, в институте медицинском тебя засмеют, просто, что как мозги восстановятся, как он восстановится. У него в голове был весель уже, мозг потерявший форму, он был уже по растению, даже его человеком было трудно вообще назвать, вообще. Вот, только по форме еще напоминал человека. Вот, значит, ну, а здесь мозги были здоровые, это было невероятно. Но самое интересное для меня было найти, что еще, я, потому что вспоминаю. Вот, к сожалению, вот врачи в разных больницах, в разных классных центрах его проверяли, и, к сожалению, вот, ну, как бы, очень жестокие сердца людей. Хотя, халатом, может быть, у них и белые, но сердца очень черные, видимо. Потому что ни справки не выписывали, значит, там, отказывались вообще подтверждать, отказывались футболями просто лишь, что это не мы. Уходи от нас, убежай, лишь все. И только лишь один профессор, значит, уже доехал до Киева, уже в Киеве, в Академии на Луку, уже медицины. Один профессор, ну, говоришь, он опоздал, слава Богу. Вот, он признал, да, значит, и сказал, что молодой человек, нужно этих травм свечек поставить. Это точно Бог говорит. Что это, он сам, как врач, он видел монографирующих, запад Украины, значит, там, более религиозные люди такие. И он, да, вот, прям там, в Академии науки, он, в медицинских, он воздал славу Богу, что точно это, без Бога это не могло быть вообще. Вот, это невероятно. Десятки утра исследований говорят, что в голове кисель, а теперь разные исследования в разных клиниках, и в нашей медицинской академии, подтверждают, что в голове здоровый мозг. Да, это невероятно. Все гипотетушили, как это может быть вообще, там, какие-то буквы были. Там еще что-то было называть, если кровь, кровоочистенность. Ну, так это еще не все. Кстати, я расскажу еще вкратце, чем эта история закончилась. Значит, уже после всего, после окончания обучения в библейском институте, он же пошел, он уже в Киеве остался в библейском институте учить. А как это было вообще не вероятно. Еще весной там все покойник был фактически, значит, уже в Ольсике в библейском институте. Ну, и так он, ну, нормально, как бы учился, не кушал, лучше, чем другие. И после института, значит, он там познакомился с одной девушкой, значит, бывшей наркоманкой, значит, и, значит, они поженились потом. Да, вот, ну, там такое было, что когда она, наверное, учет-то занялась по беременности, значит, там, значит, в стильчанах общался, значит, то врачи там в шоке были. Потому что, что у него, что у нее, там, очень страшно, ну, у нее, не такая страшная биография у нее, правда, но тоже, она, тоже, как бы, прошла, там, как говорится, и огонь не буду, и ее трубы, значит, то есть, тоже, по сути, по, медицинским этим исследованием прежним, она уже даже мертвая, по сути, покойник, но он, вообще, это уникум, это точно же, как бы, и вот, значит, и когда, значит, она по беременности словится, ну, что, значит, то он, значит, врач там возбудет руками, не может быть вообще, это же, там Чернобыль отдыхает вообще, что у вас есть такое, значит, как будет заражать вообще, вот, он уже покойник вообще, по сути, у него же покойник, ребенка, значит, живой, здоровый, значит, мужик, значит, все, то есть, делали проверки, все, и у них родилась девочка, название Анастасия, в воскресенье, значит, и ребенок абсолютно здоровый, значит, там, несмотря на то, что мальчик пугали, очень строчали, как бы, значит, там, значит, там, настаивали, что это не вообще, очень, видимо, будет ребенок с большими проблемами, там, со здоровьем, абсолютно исследовали, проверяли, перепроверяли, абсолютно здоровый ребенок, но это же было потом уже, А вот так далее еще он учился в Гибельском институте, в Киевском, значит, и знаете что, и вот я с Миналистом рассказываю, а там еще в Мариупольске как раз это были братья, они там еще там такие детали рассказывали из жизни, что там волос у него поднимается, кино такого не увидишь вообще по телевизору, не посмотришь, значит, что-то в жизни ужасных не бывает. Они рассказали, как Бог спасает, через таких вообще ужасов. И я-то уже, как бы, что-то нашел, они уже сами там общаются. И знаете ли, вот семинаристов, я обратил внимание на ребят этих, будущих священников. Знаете, какие у них встали лица интересные, вот где-то камера мне нужна. Знаете, вот, какие красивые лица. Вообще, когда Бог приходит, очень люди изменяются вообще. Очень изменяются, любые вообще изменяются. И вот, они вообще слушают так вот. Я понимаю, что они это в семинарах не проходили. Это вам не то, что христианство, теоретическое какое-нибудь. Знаете ли, это практическое христианство, это вот путь жизни. И, ну, потом уже, когда они там уже договорились, уже там уже не на свидетельствах были как раз семинаристам. И уже, как бы, я уже взял дальше слово там. И, ну, подытожить, как бы, и так, ну, и уже нам пора, как видите, честное окружение. Я вижу, что они, они в сторону уходят уже. И вот, и я говорю, братьям этим семинаристам, я говорю, братьям, знаете, вот, если говорю, вот в храме не служу, если бы, не только на Пасху, а вот каждое служение сойдет бы прямо в вещественный огонь. И если бы не только один из членов моей церкви, там, после смерти не разлагались бы, а была бы, говорю, возле храма целая галерея была бы, вот, прихожар, там, умерших, которые, там, значит, полностью засохшие, как бы, значит, там, мощно и бежали бы. Вот, говорю, такая мощная церковь была бы, вот, для меня это было бы все меньшим чудом, чем вот это одно чудо, говорю, но живое. Ведь как в принципе, да, когда пропадал и нашелся, был мертв и ожил, когда Бог касается, то все оживает. Многу, а не надо покойникам консервировать или огонь свалить. В разных религиях подобных маструются. Но попробуй, в какой религии найдем вот такое, когда был мертв и ожил, когда пропадал и нашелся, когда был извергом, а теперь кроткий, был волковым хищным, а теперь агнец. Это только живое Христос может сделать вообще. Это только живое Бог может сделать. Когда в Одессе, там, этот бывший город, законе советского времени, это по птичке Москва, когда он там интервью давал, на его судьбе, ну, как бы, на его, как много крови было когда-то вообще. И в Союзе их несколько человек было всего лишь. Там, в отворье, заботы всякие, там, значит, все как бы произвел шутки, заходил, как себе там, ну, значит. То есть, ну, человек с большими связями, там, в Союзе, таких было очень немного людей. По пальцам назвать. Значит, миллиардер, значит, советский миллиардер, значит, может, не наел. Значит, и, что интересно, он покаялся, значит, советский Союз был еще, еще ничего не предвещало потерь ему, значит. Он познакомился с евангельским и христианами, значит, и покаялся. Он уже, с виду, не скажешь, что он там миллиардер, но очень простой, скромный. Ну, старая школа, знаете, его рассказать, какая. Он еще, то есть, к рукам еще прилипает, вообще такой, как бы, вот человек такой, очень простой. И, ну, когда он понял, что Бог живой, реальный Бог, это не то, чтобы в храм, знаете, здесь вещи поставить, а это реально преобразующий, то поставил все, абсолютно все. Бог как сокол. На старости лет без ничего, значит, там, как бы, ну, не то, что на старости лет, но уже, как бы, не молодой человек уже, знаете ли, вот, значит, как бы, и ничего, абсолютно все, что наделал, только костюм и все. Вот, значит, дома все, 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 все полно составляют. И когда другие там эти приехали, говорили, значит, посмотрели, сказали, ты верующим? Да, верующий, все, погомнулись, уехали, все. Что наделал, то и наделал. Значит, и в первую жизнь я работал своими руками, говорит. Поначалу прятался даже, чтобы, как бы, они увидели его, работающего своими руками, значит, потом стал работать. И вот кто может это сделать вообще? Кто, конечно, живой Бог? Когда Янаш Сергеев, Гиппетровский, уже покойный, уже пастор, уже, вот, значит, рассказывал, как он покаялся тоже тогда же, значит, ну, уже, последний, ну, союз, я так понимаю, вот, тоже был там, зону держал в своих руках, значит, да, значит, там, был очень жестоким человеком, понимал бунтыны сейчас в своей, ну, такой был очень, ну, безбашенный был все время. Вот, человек, и когда покаялся, и когда Иисус пришел к нему, в конце этого, он самым последним людям, там, в колонии, значит, помыл ноги перед всеми людьми, он собрал всех, помыл перед всеми ноги, сказал, что вот Христос сделал так, и я сделал так. Вот, значит, вообще там были все в шоке, начальство, и, значит, и люди, вот, вообще, вот, кто это может сделать такое, чтобы человек пошел против системы, человек пошел против установившихся мнений людей, пусть даже и душества людей, это того, что его можно сделать. И Христос, он в жизни, на самом деле, великий, в обычных вещах, в мелочах, в повседневной жизни, и он не, я повторяю, не шоу мой, значит, не зрелище создает, а он работает с нами, с нашими сердцами, с нашими душами. И, конечно, красиво, этот храм большой, когда Иоанн Стас, но самое золото великое, это наша вера, это сердце. Его не впечатляет внешнее золото, его не впечатляет внешний храм, его не впечатляет внешнее служение, его впечатляют внутренние наши служения, на духе и в истине. Если бы его впечатляли внешние антифакты, он бы впечатлен был бы многими храмами на этой земле. Но он не среди этих храмов живет, а не в этих храмах храмах. Он живет в сердцах мусских. Для него это самая красота, самое великолепие. И дух этот он вызывает Ава, Бочи. Ава – это папочка, это папуля, это самое нежное слово, которое можно себе представить. И вот я на семинаре, на лекциях вспоминал об исламе. Я проповедую друг мусульманам. Бывает, что я не вот речь прохладом, бывает, что целенаправленно проповедую. И они немногие говорили, у нас в Коране 99 имен Бога. Я говорю, хорошо, у нас тоже, в принципе, это все есть в Библии. И сутья, и праведная, и истинная, значит, там, и человеколюбивая. Да, хорошо, но нет одного у вас имени, которое есть в Библии. Вот этого вам не достает. А чего? Какое имя? Ава – отче, отец. Наоборот, об одном из-за ядов, мне говорится, отцом для смерти, не называя его. Я прочитал даже свидетельство для женщины, бывшая мусульманка, которая поправилась, приняла ее еще, приняла Иисуса Иисуса. Она написала свидетельство, написала так. Я осмелилась назвать его отцом. Знаете, потрясающе. Дух Святой, Он дан нам, верующим, и мы взываемим отец. Мы не чужие, мы не брошенные. Мы дети Его. Это очень сильно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, наш Бог. И еще, кажется, хочу сказать, что дальше временам, уже в Зеленой Главе еще написано по теме вот этой молитвы сегодняшней. Сегодня вечером начинается вот эта суббота, которая вот в разных корпусах, в разных деноминациях христианских, по всему миру посвящена молитве за Израиль сегодня. Вот эта молитва начинается. Ну, а такие, а такие, а такие, по всей земле. И вот в послании к Риме, где написано, по-моему, было. Истинно говорю по Христе, не лгу, сверельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное обучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отученным от Христа забрать их моих родных не по плоти, то есть израильцам, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный в обеке. Аминь. И десятая глава начинается с следующими такими словами. Братья, желание моего сердца и молитву Богу об Израиле во спасение. И сегодня пусть будет молитва во спасение. Мы молимся за все народы, и очень много благодарю, что миссия сама называется. Все народы. Это очень хорошо, что какого бы это ни было народы, какой бы это ни было национальности, многие из нас вообще перемешаны. Это раньше, когда в те времена, в основном народы, в основном, как бы, держались особняком. После Иисуса мир изменился, это даже не верующие истории не признают. Народы стали перемешиваться. Никогда до Иисуса такого никогда не было. Народы всегда держались особняком. Бывали случаи смеяния народа, но никогда не было вот такой экспедиции, никогда не было такого смешания. После начала нашей эры это чудо, историческое чудо. Народы стали смешиваться все больше и больше. Сегодня очень трудно найти представителя чистой, допустим, расы народа какого-то конкретного, допустим, очень сложно. Даже внешние показатели ничего не значат. Вот, я знал, допустим, евреев, там, значит, совсем не еврейской, вроде межности и прочее. Так вот, и знаете, что интересно? Среди вот такой не очень дружной семьи народов нашей планеты, есть народ, который Бог однажды родил через Авраама, Исаака, Якова, Патриарха. Бог создал для своего чуда, великого чуда, родить Христа по плоти, сущего Бога, как я видела на этой земле, Эммануил. Великое чудо произошло, великое таинство произошло. И некоторым вчерашним моим коллегам, друзьям, традиционным священникам православия, так, ну, многие из них, к сожалению, антисемиты до сих пор, я, значит, так говорю, что даже если бы в еврейском народе не было ни одного порядочного человека за всю историю, то был лишь один Иисус Христос, спаситель мой. Ради одного Иисуса Христа я бы любил и уважал весь народ. Любил бы и уважал весь народ. Ради даже одного Иисуса Христа, который за меня пролил свою кровь. Кто бы это смог сделать вообще? Кто бы это сделал? Даже если бы и нашелся бы благополучия какой-то, кто умер бы за меня, может быть, его кровь, она была бы не спасительна для меня. Он бы мог бы спасительной такой, он мог бы спасти меня от временной смерти, там, вытащить из-под пояса, там, или намеряя спасти, там, от пули прикрыть собой. Но, знаете ли, но все равно это временное спасение. А кровь Христа, божественная кровь, сделала великое чудо. Она не была у меня от временной пули спасла, или еще, или еще. Нет, он меня прикрыл в вечности. И он стал моим ходатайом, спасителем, первого священника на небесах. Слава Иисусу! И сегодня великое чудо происходит. Сегодня в разных народах звучит Слово Божье. Даже в самых, казалось бы, далеких, закрытых народах звучит сегодня Слово Евангелия. Знаете ли, я бы побывал и в Заполярье, и в малых народах, в умирающих, которых осталось очень много, и там спасаются люди, исцеляются больные. Был Ямал-Ненецкий автономный округ, там, где очень мало, есть малые народы. В Иркута, или северный, там уже, северно-навидового океана, на Аляске, в Якутии. Вот в этих регионах, там, где есть народы, которые живут в страшном проекте. И там сегодня, как говорят, Иисус Спаситель. И там сегодня происходят чудеса. Женщины, которые в 30 лет, уже как наши, по-нашему, в 60-ти или 60-ти лет, на себе преображаются. Бог исцеляет человека, Бог освобождает. И в Заполярье, и на юге. Где бы то ни было вообще. Слава Иисусу. Но в этой такой не очень дружной семье народов нашей земли есть особый народ. И это не повод, знаете ли, некоторым обижаться. Или говорить, а почему больше, кого больше, кого меньше любят. Наш отец любит всех. Но, вот у меня 6 детей своих. У меня 3 мальчика, 3 девочки. И мы с женой любим их всех. Я люблю всех, как отец. Но я скажу так, что есть старшие, есть младшие. Я не могу нарушить порядок, что сделано, что сделано. Они родились так. И есть какой-то особый порядок. И в такой семье народов есть народ, который стал первенцем Бога. И это не повод другим народам завидывать или говорить, вот, а папа, а почему-то нас меньше или больше. Или что, нет, он любит всех. Но если он первенец, Египет однажды обиделся, фараон обиделся. Почему первенец? Он считал, что первый народ в списке всех народов это египетский народ. Но это не так. Мы можем говорить, Великая Россия, или Великая Америка, или Древняя Армения, или что-то еще. Да, хорошо все, слава Богу, святая Русь, но есть верный народ, как ни крути, есть первого. И когда возвращаются старшие дети, для невестного отца, великая радость, великое утешение, великое благословение. Я хочу благословить вас, дорогие друзья, пусть Святой Дух сегодня в нас взывает, а Бог хочет. Пусть сегодня Божий Дух, Он пишет нашу молитву. Пусть филиал благоухания, молитвы, поднимается с нашей земли на небеса. Пусть сегодня Господь нарадуется в нашей молитве. Пусть сегодня Он будет очень тронут этой молитвой и очень счастлив этой молитвой. Я никогда раньше так и не думал о том, что чувствует Он, когда я пойдусь к нему. Но однажды в Днепропетровске, это было рану утра, перед служением, я слышал тихо голоса, тихо, тихо, какая-то моя мысль. Я ему сказал так вот просто, неформально, просто сказал, что мне так хорошо с тобой. У меня было время как раз для подготовки к служению еще в тронбузе. И я ему это сказал, что на самом деле было как-то так хорошо, что, как говорят, не втаскивается в Днепропетровске. Как-то прям очень хорошо. Не то, что там мистически, как и нет, просто хорошо. Я сидел в кресле и сказал Богу, что мне очень хорошо с тобой. Представляете, когда вдруг мой мононок в диалог обратился и тихий-тихый голос внутри сказал, а мне еще лучше с тобой. Я, если бы там не сидел, я бы упал, наверное, там. Я никогда еще не думал, что он чувствует. И, наверное, неподозревался в том, как он близко бы это был, наверное. что, видимо, с его стороны нет такого восторга какого-то и может не так ей понравилось, может ему приятнее сегодня провести утро, допустим, с кем-то вечером, там, где-то среди великих служителей каких-нибудь. А Бог, Он хочет с тобой провести время сегодня, хочет сегодня сказать тебе что-то, хочет тебя выслушать, это так приятно. Даже если ты говоришь, что я не молился, или плохо молюсь, плохие сложно, не могу слова красиво составить. Знаете, когда дети начинают говорить, эти слова так дороги родителям, они уже, допустим, у нас дети старшие уже в классе, а мы до сих пор собираем то, что она сказала, допустим, еще первые слова еще, как бы уже давно уже забыто, казалось бы, да, и мы это помним. И наш хебестный отец прекрасно помнит твои первые молитвы. Пусть не такие складные, пусть что-то даже есть молитвы, они просто копыли сердцем, и Богу это очень нравится. Однажды, один батюшка осудил женщину, которая была на свету как пьяная просто возле храма, но Бог не осудил ее, Он видел ее в сердце, Он ответил на ее молитву. Если Бог не судит тебя, Бог, судья хочет, говорит с тобой, отец, я благодарю тебя за моих братьев и сестер, благодарю тебя, отец, папочка, Иисуша на небесах, нам вам очень, благодарю тебя за мирность твоей, за благодарность твоего, потому что никакая тварь не отлучит нас в твоей любви. Благодарю тебя, что сегодня ты с нами, сегодня ты здесь, и сегодня обманяешь от тебя молитвы, Господь, спасибо. Боже, благослови нас, благослови, Господь, в тебе не было ни видно, ни величия здесь на земле, и ты не делал шуму, показухи, но ты, Господь, работал с душами, сердцами людей, и это мы видим, Господь, в имени, но сегодня ты тот же, сегодня ты, Господь, не впечатляешься великими собраниями, служениями, храмами, золотом, показухой, но ты впечатляешься движениями, как сердец, ты впечатляешься, Господь, любящими, отвечающими тебе на твою любовь к сердцам. И кто не любит Господа Иисуса Христа, анафиба, маран, афа, Господь, мы любим тебя, и мы не поправляем уже. Боже, и помилуй Господь тебе, кто еще не познал твоей любви, кто не знает тебя, кто может нанять со внешними религиозными чудесами и пришел. Помоги, Господь, обрести мир в тебе, помоги обрести успокоение в тебе, помоги обрести, Господь, милость в тебе, исцеление, освобождение в тебе. Боже, все покуще благослови, благослови нас. Спасибо за все чудеса, что ты совершал в нашей жизни и совершаешь сейчас, и будешь совершать завтра и другие дни. Спасибо, Господь. Мы благодарим тебя, если не верующие, не благодаря тебя, и думают, что это просто совпадение, просто их здоровье сильное или их связи, то мы знаем оттуда всякое, да я и благое, да я совершен, это от тебя. И мы благодарим тебя за милость, за благодарствие. Спасибо за все. Примирь молу сегодня и благодаря Господню. Я благословляю Израиль именем Господнем, сейчас именем Иисуса Христа, на основании этого слова, как Павел пишет, братья, желание моего сердца, молит Бога, обозрали вас в нас семье. Господь благослови сегодня, Израиль, благослови сегодня много врагов ополчаются от твоего народа. Боже, много клеветы от твоего народа. Но, я знаю, есть оправдывающий, есть освобождающий, есть исцеляющий, это ты. Бог, наша надежда только на тебя, Господь. Боже всемогущий благословляет всех евреев здесь, Господь. Благословляет всех евреев в Израиле и по всему лицу земли. Во имя Иисуса Христа и Господь, я прошу тебя, Боже, в каждое еврейское сердце пошли свои шалом, свой мир. И в эту субботу наступающую, наступившую тогда, миллионы христиан разных конфессий, разных динаминаций по всему лицу земли, в разных странах, в разных конфессиях молятся сегодня об Израиле, или начинают молиться, или уже молятся. Бог всемогущий услышь народу молитву Господь, услышь молитву людей твоих, услышь молитву Господь Божий и пошли благословение свое, свой шалом, свой мир. Во имя Иисуса Христа благословим нас. ШАБАТ, 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 ШАБАТ Шабад, шабад, шабад. Шабад, шабад, шабад. Шабад, шабад. Шабад, шабад, шабад. Шабад, шабад, шабад. 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 Приводим голос, расслабим всем тебя. Приводим голос, все расскажем, что писать. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, расслабим всем тебя. Приводим голос, все расскажем, что писать. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини. Приводим голос, гармонии и любви, и мы, мой Бог, ты нас объедини.